Сегодняшняя лекция. Это в некотором смысле продолжение лекции в Сандахане Вычешения, где он рассказал о гармоническом ряде, а именно, давайте я напомню, что он успел тогда сделать. Он успел доказать, что 1 плюс 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая и так далее, это 2. Ну, бесконечная лекция, бывающая прогрессия, в общем, подробно он тогда рассказал. Он успел доказать, что 1 плюс 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 четвертая и так далее, так называемый гармонический ряд, что это стремится к бесконечности, да? То есть, если мы будем брать много слаганов, то потихонечку мы перейдем, там, когда-то перейдем двойку, когда-то перейдем тройку, и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. Он на той же самой лекции успел рассказать, что есть уберемая, 1 плюс 1 четвертую плюс 1 девятую, то вот такая вот сумма будет при любом количестве слагаемых меньше двух. И даже упомянул, что на самом деле эта сумма, это b в квадрате разделить на 6. по всей нашей лекции, какab в квадрате разделил, но не доказал их иметься. Иметься он это не доказал. Так вот, ребята, я хочу продолжить эту деятельность, а именно, я хочу доказать, что на самом деле, если возьмешь 1 вторую, 1 пятую, 1 пятую, одну сумму и так далее по бесконечности, по всем простым числам, оказывается, эта самая сумма тоже по бесконечности. То есть не просто все натуральные числа, если берем, но даже если берем только все простые числа, оказывается, что соответствующий ряд все равно расходится. Согласитесь, что это достаточно неожиданный факт, потому что простых чисел, их вообще-то гораздо меньше, чем всех натуральных чисел. Этот факт, когда посмотришь на этот и на этот, делает понятным, что в некотором смысле простых чисел больше, чем квадратов. На самом деле, в 19 веке была доказана совершенно замечательная теорема, так называемый закон распределения простых чисел. Эта теорема звучит в следующем области. Оказывается, что функция π от n, на всякую чутку π от n, это количество простых чисел, не превосходящих некоторой величины n. Так вот, оказывается, что π от n в некотором смысле это то же самое, что n, деленное на натуральный логарифм n. В каком смысле? А в том смысле, что если π от n вы разделите на n и умножите на неправильный логарифм, то это стремится к единице. Доказать этот факт в рамках этого лектория, к сожалению, невозможно, потому что вещь сильно нешкольная. От школьника реально ждать, чтобы вы поняли хотя бы часть этого утверждения. Не то, что это отношение стремится к единице, а то, что оно все-таки не сильно от единицы отличается. Ну, скажем так, это отношение меньше, чем 10 и больше, чем 1 десятая. Что не в этом происходит? Это уже можно. Правда, возникает проблема, что такое натуральный логарифм n. Давайте сразу голосование. Кто знает, что это такое? Ага, из присутствующих раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек знают. Ну, во-первых, это не такой уж плохой результат, а во-вторых, смотрите, какая история. Натуральный логарифм n – это штука, очень похожая на сумму первых слагаемых гармонического ряда. Естественно, что формулировать эту теорему, не зная, что такое натуральный логарифм, странно. Поэтому давайте сделаем так. Видно, что это придется рассказывать мне на одной лекции. И сделаем так. Я сегодня стараюсь рассказать более-менее простые вещи, простых числа.